С начала пандемии в Сахалинской области зафиксировано 12 823 заболевших коронавирусом. Свыше 9,5 тысяч человек из них выздоровели и вернулись к привычному образу жизни. 11 островитян скончались от опасного вируса. В среднем ежедневно в регионе становится на 130 инфицированных жителей больше. Заболевшие с легкой формой COVID-19 проходят лечение в домашних условиях. Более тяжелые пациенты находятся под круглосуточным наблюдением врачей в медучреждениях. Новая вакцина позволит выработать необходимые антитела, создав на островах иммунную прослойку для борьбы с коронавирусом. Владимир Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. У нас в области стартовала вакцинация. Расскажите, сколько человек уже привито и как они себя чувствуют? К нам поступило 300 доз. На сегодняшний день у нас привито 95 человек. У нас всегда будет цифра кратная 5, потому что в одном флаконе у нас находится 5 доз, поэтому мы стараемся подбирать по кратности необходимое количество. Чувствуют они себя замечательно. Мы отслеживаем каждого пациента через систему электронной регистрации. Если замечаются какие-то отклонения, то об этом тут же сообщается доктору и тут же вносится в общую российскую базу данных. Насколько безопасна эта вакцина? Что она из себя представляет? То есть это полная защита от коронавируса или просто переносим в легкой форме? Ну, вакцинация, что она из себя представляет? Да, это подготовка организма к возможному попаданию инфекции внутрь. То есть это не означает, что мы предотвращаем попадание вируса. Это не означает, что мы его тут же выводим. Это означает, что мы подготавливаем иммунную систему организма к адекватной реакции на его попадание. То есть это означает, что пациент действительно может заболеть, но его заболевание будет практикать в минимальной форме, с минимальной симптоматикой и с минимальными последствиями. Как организована у нас на Сахалине вакцинация и как подбираются, скажем так, добровольцы? Ну, пока добровольцы у нас идут только из числа медицинского и педагогического персонала. Второй момент. Это всегда будут добровольцы. Неважно, это мы будем работать с населением, либо с медицинским персоналом. Организация процесса у нас достаточно сложная, потому что, как вы знаете, вакцина требует низких температур. Поэтому как сама доставка из Москвы, так и распределение здесь по всем территориям должно производиться с учетом так называемой холодовой цепи. Поэтому у нас наши сотрудники готовы. К этому мы подготовили и контейнеры для перевозки, мы подготовили места для хранения. И самое главное, мы подготовили персонал, который знает, как правильно перевозить, как правильно размораживать, как правильно применять эту вакцину. А жители Сахалинской области, кто захочет привиться, куда им обращаться и как действовать? Мы сейчас прорабатываем окончательно этот вопрос с учетом федеральных рекомендаций. У нас в ближайшее время по всей стране должен появиться телефон 122, который будет связан с коронавирусной инфекцией. И в том числе, возможно, это будет связано с вакцинацией. У нас сейчас работает наша единая служба 1-300, которая берет не только стандартные процедуры вызова врача на дом, но и есть 1-300-8. Это кнопка, связанная со всеми вопросами по коронавирусной инфекции. Мы сейчас доработаем механизм. Скорее всего, человек просто будет звонить по этому же телефону, обозначать свое желание, будем его вносить в базу данных и своевременно оповещать о том дне, когда ему будет делаться прививка. Тот, кто еще не привился, как ему сегодня защититься от коронавируса, чтобы не заразить? Стандартно все. Мы уже об этом говорим практически целый год. Вы видите, что я в маске. Это стандартная процедура предотвращения. Моем руки, социальная дистанция полтора метра. Стараемся по минимальному времени бывать в тех местах, где много людей. И, соответственно, беречь своих близких и заботиться об их состоянии здоровья. Непосредственно перед вакцинацией, может быть, какие-то нужно соблюдать правила ограничения? Классическим считается первое, безусловно, осмотр врача. Да, то есть у человека не должно быть признаков катаральных, так называемых, явлений, либо признаков заболевания. Раз. Второй момент. Как правило, человек действительно там связан с чрезмерной физической нагрузкой, либо с чрезмерным потреблением алкоголя. Плюс к этому стандартная забота о месте инъекции. Ее не нужно мочить какой-то период времени. А так особо никаких нет. Эта вакцина достаточно безопасна. Эта вакцина легко переносится. И те, кто уже ее сделал, подтверждают, что ни ощущений болезненности, никакие симптомы у них не возникают после прививки. Вот у нас впереди Новый год. Может быть, есть какие-то рекомендации, как отметить праздник, чтобы атмосфера непосредственно торжества чувствовалась и при этом не нарушить рекомендации наши? Важный момент. Новый год – семейный праздник. Старайтесь в Новый год общаться с тем же кругом, с которым вы продолжаете общаться постоянно. Мы с точки зрения эпидемиологии понимаем, что новые контакты – это возможность получения новой инфекции, в том числе коронавирусной. Поэтому старайтесь отмечать Новый год с теми людьми, с которыми вы общаетесь на регулярной основе. Это будет вам гарантировать безопасное и радостное прохождение Нового года. Владимир Вячеславович, спасибо большое, что посетили нашу студию. Спасибо вам за беседу. Всего доброго. Спасибо вам. Крепкого здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok